Развязку на Михайловском шоссе построят в 2018 году. Дорога будет четырехполосной с расчетной скоростью движения до 120 км в час. Развязка включит в себя строительство и реконструкцию трех мостов, путепровода и двух крытых наземных пешеходных переходов рядом с автобусными остановками. Протяженность участка строительства составит 2 км. К строительству долгожданной развязки приступили. Сейчас дорожники перестраивают два моста на реках Павловка и Плетенка в районе окружной дороги. А между тем рязанцам забили тревогу. В межрайонную природоохранную прокуратуру поступила информация о нарушении природоохранного законодательства в результате строительства этих самых мостов. Как оказалось, местные жители вынуждены любоваться горами строительного мусора, теперь украшающего берега рек. Как показала проверка, в ходе строительных работ мусор, грунт и использованные строительные материалы не вывозятся, как полагается, а так и остаются на месте стройки. Тем самым не только портя весенний пейзаж, но и угрожая нанести урон экологическому состоянию рязанских рек. Данная информация о данных фактах направлена в органы контроля для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер. По результатам рассмотрения которых будет дана оценка о наличии либо отсутствии нарушений режима использования водоохранной зоны данных рек. На самом деле при строительстве и капитальном ремонте мостов нередко происходит загрязнение рек. И кажется, что в этом нет ничего страшного, ведь строительный мусор, в конце концов, это не нефтепродукты. И находится он даже не в воде, а на берегу. И тем не менее, последствия халатности дорожников могут быть очень серьезными. Особенно, учитывая тот факт, что за окном весна. Грядущий паводок и дожди могут смыть грунт воду, что неотвратимо приведет к загрязнению водного объекта. Конечно, отразится это и на водных обитателях, и на экологическом балансе в целом. В особо тяжелом случае, говорят экологи, реки могут изменить свое русло и даже обмелеть.